Всем привет дорогие друзья! В сегодняшнем видео мы украсим с вами великолепный сиреневый торт. Он получился благородный, красивый и очень воздушный. Добро пожаловать ко мне на кухню. Для торта подготовила паруса из рисовой бумаги. Вот они у меня сохнут уже. Окрасила их в сиреневый, фиолетовый, светло-сиреневый цвет. 100 граммов изомальта растоплю на плите и доведу до температуры 180 градусов. Это позволит изделиям из изомальта впоследствии быть более устойчивыми к влаге. Растопила изомальт, довела до 180 градусов. Теперь окрашу его сиреневым гелевым красителем. Часть изомальта вылью на теплоновый коврик и часть оставлю в ковшике примерно наполовину. Оставлю изомальт, чтобы он полностью затвердел. Разобью застывший изомальт на кусочки. Отделю кусочки изомальта от получившейся крошки, чтобы она не попала впоследствии в наш декор. Возьму два кольца металлических. Смазала их внутри, большое внутри, маленькое снаружи растительным маслом. Поставлю их так, чтобы они стояли ровно друг к дружке. Растоплю изомальт, который остался в ковшике и маленькие кусочки крошки изомальт. Снова растопила изомальт. Уже на этот раз не нужно доводить его до 180 градусов, просто когда станет жидким, все готово. Теперь подождем немножко. Рабочая температура изомальта 130 градусов. Можно не измерять градусником, просто когда изомальт начнет слегка густеть, можно уже будет выливать его в форму. Слишком рано этого не нужно делать, чтобы изомальт не растекся из-под формы. И залью изомальт в пространство между двух колец, если можно это делать с ковшиком. И теперь засыплю туда осколки подготовленные и сахарные бусины. Слегка вдавлю осколки и бусины в изомальт, чтобы они хорошо зафиксировались и дам полностью застыть. Для того, чтобы легко излечь кольцо, можно прогреть бока кольца газовой горелкой. Но для того, чтобы уж точно наверняка излечь, очень хорошо нужно смазать бока формы. Посмотрите, какой красивый декор получается. Сохранить его необходимо в плотном закрывающемся контейнере без доступа воздуха. Его можно также поместить на палочку. Я переверну свой декор и с помощью растопленного изомальта прикреплю к нему палочку. Крем для выравнивания. Для его приготовления нам понадобится 100 граммов сливочного масла, сахарная пудра, у меня здесь 50 грамм, можно по вкусу добавить побольше, и 333 грамма сливочного сыра. Каким образом готовится крем? Удобно готовить его в такой высокой емкости, тогда масло взбивается гораздо быстрее, так как тут масла небольшое количество, поэтому удобнее использовать высокую узкую емкость. Соединяю сливочное масло и сахарную пудру. Сахарную пудру я сама делаю из сахара. У меня здесь просто сахарная пудра без какого-либо крахмала. Теперь нам необходимо взбить сахарную пудру со сливочным маслом. Масло у меня комнатная температура. Вбиваю масло до посветления и увеличения в объеме. Вот масло достаточно хорошо взбитое, на это ушло буквально 2 минуты. Масло необходимо брать обязательно очень высокого качества, жирностью 82,5%. И теперь добавляем творожно-сливочный сыр. Если днем была какая-то жидкость, сыворотка, ее обязательно необходимо слить, чтобы она не попала в крем. Сыр у меня комнатной температуры. У меня это крем-чиз Банфеста. Его массовая доля жира 70%. Он достаточно плотный, хорошо держит форму, мне нравится. Взбиваю крем до однородности. Так как емкость высокая, то можно слегка перемешать лопаточкой, чтобы миксеру было удобнее вымешивать. Все, крем готов. Слишком долго его там взбивать, вымешивать не нужно. И сразу же можно приступать к выравниванию торта. Я слегка вот так лопаточкой проглаживаю, чтобы ушли большие пузырьки воздуха. Хотя они не мешают совершенно в процессе выравнивания, они легко заглаживаются с помощью шпателя на торте. Я смешала сиреневый и синий цвет. Мне нужен такой красивый фиолетовый оттенок в креме. Вмешиваю. Можно, кстати, с помощью миксера вымесить, так будет быстрее. Чтобы крем был более таким чистым, без желтизны, можно добавить белый краситель диоксид титана. Если я планирую добавлять диоксид титана, я размешиваю его с небольшим количеством крема, чтобы он разошелся и избавиться от комочков. А потом уже добавляю к основному крему. Как выровнять торт, чтобы на нем не было трещин? Уже есть видео на канале. Если вам интересно, ссылочка будет в описании под видео. Обратите внимание, как крем легко ложится. Легко сглаживается. Я просто в восторге от этого крема. Крем можно наносить с помощью кондитерского мешка. Некоторым так удобнее. Я же люблю наносить с помощью палетки. Таким образом у меня не попадают лишние пузыри воздуха. И потом крем не пузырится в процессе. Ядовики я не покрывала черновым слоем. Обычно я делаю еще черновую обмазку, чтобы крошки не попадали в верхние слои крема. Но медовик у меня без крошек, поэтому обмазку я не делала. А сразу же приступила к покрытию чистовым слоем. Нанесла крем и можно приступить к его рану, не его с помощью шпателя. Держим шпатель перпендикулярно к подложке. Там, где не достает крема, добавляем крем. Шпатель не вращаем, вращаем сам торт. И так повторяем много раз до тех пор, пока поверхность покрытия нас будет полностью устраивать. Не забываем очищать шпатель каждый раз. Прикасаемся к торту чистым шпателем. Прикасаемся к торт. Распендикулярно крем. В оставшийся крем я добавила еще сиреневый краситель. Помещаю крем в кондитерский мешок и нанесу крем по низу торта, делаю неровный край и снова прохожусь по торту. Зачищаем крем с подложки и отправляем торт в холодильник, чтобы он стабилизировался. Спасибо. Продолжение следует...